В российских СИЗО с начала войны, помимо похищенных из своих домов украинцев, находятся еще и те, кто не прошел так называемую фильтрацию на российской границе. Их задерживают, не предоставляя никакой информации родственникам. То есть это обычные гражданские, которые выбирали сезон боевых действий, чаще всего у них не было других вариантов только выбираться на территорию Российской Федерации, потому что Российская Федерация не давала им каких-то зеленых коридоров на территорию Украины. И там проходили так называемую фильтрацию. Сразу скажу, это абсолютно незаконная процедура, в результате которой даже врачи, учителя, медики, биохимики оставались в так называемых фильтрационных лагерях. В дальнейшем часть из них попадала в СИЗО. Люди, не прошедшие фильтрацию, это, мне кажется, самая страшная категория, потому что она абсолютно непрозрачная, абсолютно непонятно, что происходит. Мы не знаем, в чем человек обвиняется, нет никакой базы данных, родственники не могут с людьми связаться. Ну, понимаете, там, если сестра спрашивает, у которой не пустили брата, спрашивает нашего воина, а что, собственно, бывает с теми, кто не прошел фильтрацию, и тот с улыбкой ей отвечает, я десятерых расстрелял, а потом мне надоело считать. Я очень хотела бы надеяться, что это неправда, что это такие идиотские шутки, за которые уже судить надо, но кто его знает? Получив информацию о том, что какой-то человек содержится в том или ином месте содержания под стражей в Российской Федерации, в СИЗО, в колонии, в это учреждение пытается пройти адвокат, пытается пройти адвокат для того, чтобы увидеть клиента, для того, чтобы оценить ситуацию, для того, чтобы понять, на каких оснований клиент удерживается, то адвокатам, российским правозащитным адвокатам говорят, что среди обвиняемых и подследственных такого человека нет. И это очень интересный язык, если хотите, потому что начальники колонии, начальники СИЗО, где содержатся такие люди, они в основном не говорят, но его тут нет, вообще у нас тут его нет. И есть у нас случай, когда мы знаем, где находится человек, я обратилась к адвокату, с которым мы работаем, она сделала какой-то запрос, ответ на этот запрос, видимо, она не получила, тоже мы ждали довольно долго, ответа нет. И дальше я, когда я начинаю ей звонить и спрашивать ее, она говорит, одно дело, мне с вами работать по беженцам, ну что обычная наша работа, работа адвокатов с нами, а совсем другое, вот этот случай, я по нему работать не буду. Таким, знаете ли, тоном, которым со мной обычно не разговаривают. Я поняла, что там кроме меня этим человеком интересуются какие-то другие люди. Когда мы обратились к адвокату, который непосредственно живет там, где находится СИЗО, я тоже получила такой отпор, такой решительный. В голосе звучало, сами должны понимать, такая вот советская интонация, которая, в общем-то, нам хорошо знакома. Что ж ты сам не понимаешь, почему я этого сделать не могу. В российских местах лишения свободы содержатся и украинцы, которые отсидели выдвинутые им еще до войны сроки за административные или уголовные правонарушения. Они находятся в так называемых центрах временного содержания иностранных граждан. Перспективы решения их судьбы не ясны. Правозащитники призывают третьи страны принять этих людей у себя до окончания войны. После этого отбытия наказания, то есть они уже не виноватые, все, они уже, так сказать, получили. После этого обычно их тоже отправляют в эти центры временного содержания до того момента, когда найдется возможность их депортировать. То есть те, кто совершил преступление, наказывают дважды. По нашим сведениям, вот в этих центрах содержится, я думаю, порядка двух может быть человек, может быть больше. Потому что, по нашим сведениям, где-то 60 украинцев, это Сахарова действительно в Москве, 40 человек в Петербурге. И дальше вот мне присылают данные, там 8-10 человек и так далее. Я не уверена, что им будет безопасно через Российскую Федерацию, каким-либо образом, через подконтрольные Российской Федерации территории, каким-то образом перемещаться в Украину. Ну, они могут прислать их на территории оккупированной в Херсон. И с толку. Да, они там просто умрут от этих, от стрельбы, либо от разрыва каких-нибудь, ну там, бомб. Есть соглашение между Россией и Украиной о том, что отбывать наказание ближе к дому, да. Российская Федерация не соглашалась и на это, потому что у нас не соответствовали эти криминальные кодексы. С начала войны число украинцев в центрах временного содержания иностранных граждан увеличилось, так как продолжаются задержания украинцев как внутри страны, так и на российской границе. Добавились те, кого тоже, вот мы знаем уже случаи, когда обвиняют в административных правонарушениях людей. Мы даже знаем человека, который находится не в Москве, который переходил границу, но почему-то его задержали, обвинили совершенно по-нелепому обвинению в нарушении административного кодекса. Якобы он нецензурно выражался. И за это дело, что, конечно, у нас страшная редкость, у нас вообще никто не употребляет нецензурные лексики, он получил 10 суток. Буквально на днях он должен выйти. Что будет дальше, мы не знаем, потому что мы знаем, что это один из способов, такие обвинения, один из способов изоляции. Таким методом изолировали чеченцев в конце 99-го, начало 2000-го года, в начале Второй Чеченской войны. Когда было решено, что чеченцев в Москве не должно быть, вот их задерживали, причем, ну, милых, интеллигентных, высшего образования. Это такой способ изоляции, который существует, и мы сейчас пытаемся как-то этим людям помогать, выйти на свободу.